Ом намо бхагавате ва судэвая Ом намо бхагавате ва судэвая Ом намо бхагавате ва судэвая Харе Кришна Сегодня мы читаем Шимен Бхагаватам Песня первая Называется Творение 2. Божественность и божественное служение Текст 8 Это один из очень важных стихов В серии стихов, которые произнесся Шива Сутагаслами Отвечая на вопросы мудрецов на иншарами Стих звучит так Я прочитаю сам Стих, перевод и комментарий Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением Бесполезный труд Если она не пробуждает в нем интереса К посланию личности Бога Существуют различные формы деятельности Соответствующие различным представлениям человека о жизни Для примитивного материалиста, не видящего дальше грубого материального тела, не существует ничего, выходящего за пределы чувств Поэтому его деятельность ограничена рамками узкого и расширенного эгоизма Эгоизм, сосредоточенный на собственном теле, встречается обычно у меньших животных Расширенный эгоизм проявляется в человеческом обществе Человек распространяет его на семью, общество, общину, нацию и мир С целью обеспечения комфорта для материального тела Выше этих примитивных материалистов Стоят спекулятивные мыслители, парящие в умственных сферах Их деятельность состоит в создании стихов И философских систем Или пропаганде какого-нибудь изма Все с той же эгоистической целью Ограниченной телой ума Но высшее тело и ума Дремлющая духовная душа Без которой весь телесный и умственный эгоизм Оказывается пустым и совершенно бесполезным Однако неразумным людям Неведомые потребности духовной души Протоложение Такие глупые люди ничего не знают о душе И о том, что оно находится вне сферы действия Тела и ума И поэтому выполнение своего профессионального долга Не приносит ему удовлетворения Здесь же становится вопрос об удовлетворении души Души, я, человека Вне грубого тела и тонкого ума Она является мощной движущей силой Ума и тела Но просто удовлетворяя свое тело и ум И не ведая потребности дремлющей души Человек не может обрести счастье Тело и ум всего лишь ненужные оболочки духовной души Необходимо удовлетворять потребности духовной души Необходимо удовлетворять потребности духовной души Так точно Чтобы удовлетворить птицу Недостаточно просто чистить ее клетку Нужно знать истинные потребности самой птицы Потребность духовной души состоит в том Чтобы вырваться за пределами ограниченной сферы материального рабства и осуществить свое желание достичь полной свободы. Она хочет вырваться за пределы Большой Вселенной, чтобы увидеть свободный свет и дух. Эта полная свобода приводит к ней, когда она встречается с совершенным Духом, Личностью Бога. Любовь к Богу дремлет в каждом. Духовное бытие проявляется через физическое тело и ум в форме извращенной привязанности к грубой и тонкой материи. Поэтому мы должны заниматься такой деятельностью, которая пробудет в нас Божественное сознание. Это возможно только благодаря слушанию и повествованию о Божественных деяниях Верховного Господа и воспеванию их. А любая деятельность, которая не помогает развить привязанность к слушанию и воспеванию трансцендентного послания Бога, названа здесь пустой тратой времени, так как все прочие занятия, к какому бы изму они ни относились, не могут освободить душу. Даже деятельность людей, стремящихся к спасению, считается бесполезной, ввиду их неспособности обнаружить первый источник любой свободы. Вульгарный материалист может на собственном опыте убедиться в том, что материальная выгода ограничена временем и пространством. В этом мире или в ином. Даже поднявшись на сваргалоку, он не найдет там личной обители для своей незнающей покоя души. Удовлетворение истонившейся души может принести только совершенный научный процесс совершенного признанного служения. Помоги нам измиранда сиаги, она же нашла кая, чакшуру нуритам дина, тяц нашли буравы нама, нама омышн тадая, Кришна, трештая, бхазаде, шимати, бхазаде, дамта, свами, мисимне, намаста, сарасвате, дэви, каврабани, тачарми, мир, шешешу, шуми, вази, тачте, тадешитарими, дэйши, кришна, читаня, прадминдянамда, ште, адвайты, дэридхар, шивасаде, глау, рухах, тавринда, хри, кришна, хри, кришна, 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 хри, так как я уже сказал в самом начале, это один из самых важных стихов, который корректирует направление усилий разумного человека, направляет и корректирует его в сторону пробуждения интереса послания лечения. В противном случае, если такого не происходит, как говорит этот стих, то вся деятельность, которой, казалось бы, человек занимался, и она может считаться какой-то очень хорошей, очень получающей высокие оценки среди других людей здесь в материальном мире, но с точки зрения людей, хорошо постигающих, постигших истинную цель жизни, которые знают, для чего вообще она предназначена, эта жизнь, и развившие в себе настоящие духовные ценности, такие усилия и все совершенным образом выполненные, предписанные обязанности, по сути дела, усилия были потрачены впустую. Здесь Шилт Папада дает очень глубокий комментарий, постараемся отметить многие составляющие, которые он здесь произносит. Также Шилт Папада дал четыре лекции по этому стиху в разное время, где он подробно объясняет эту тему, в частности, в лекции, которую он дал в Хайдарабаде 22 апреля 1974 года, он подробно объясняет, что такое дхарма. Потому что с этого слова начинается этот стих, дхарма, то есть перейдем, как занятие, соответствующее положение, с вами, что это ах-кум-сан, людей. То есть любая деятельность, соответствующее положение человека, с этого начинается стих. Шилт Папада объясняет, что дхарма сама по себе является неотъемным свойством любого объекта или субъекта. Естественное свойство. Конечно, сейчас, если заглянуть в слова, то слово дхарма... Вот это дхарма на слово переводится как... Слово переводится как... Сейчас, секундочку, звук поправлю. Постоянно приходится... Отвлекаться. Так вот, слово дхарма переводится как... Религия, да? Или предписанные обязанности. И обычно это касается либо предписанных обязанностей здесь, в материальном мире, либо религия просто хинду-дхарма. Имеется в виду просто вид какой-то религии, которая существует здесь, в материальном мире. Но это от них не исчерпывает. Вот эти значения не исчерпывают смысл этого слова. Дхарма означает, естественно, свойство объекта или субъекта. То есть, если, например, дхармой воды является ее жидкое и мокрое состояние, дхарма и сахар – это его сладкий вкус. Например, если мы купим сахарный песок в магазине, но обнаружим, что внешне, пусть он и выглядит как сахарный песок, он не является сладким, то мы возмутимся. И многие даже решительные люди пойдут назад в магазин, возмущаться и выяснять, в чем проблема. Почему такое вы продаете? Я купил сахар, но по факту сахара не получаю, сладкого там нет. Таким образом, если происходит вот это нарушение дхармы объекта, мы естественным образом возмущаемся, реагируем. И подобным же образом, если возникает нарушение дхармы, положение вещей в обществе, то это также приводит к беспокойству. Люди вплоть до того, что выходят на баррикады, устраивают революции, то, что верхи не могут по-старому, и низы тоже не могут по-старому, не хотят. Происходит эта революция, люди возмущаются. Если уж до такого не доходят, пишут жалобы и так далее. То есть нарушение дхармы, какого-то явления, какого-то события, какое-то поведение личности вызывает беспокойство. И здесь необходимо восстановить дхарму. Кстати, ради этого и приходит, является Верховный Господь. Всякий раз, когда бы не возникало дхарма глани, отклонение от дхармы, особенно в человеческом обществе, то появляется Верховный Господь. Он на это реагирует. То есть отношение Господа к тому, когда возникает какое-то отклонение в естественных характеристиках человека, всего общества, таково, что он лично вмешивается. Он прикладывает усилия, чтобы это было восстановлено. То есть здесь невозможно относиться к дхарме глани, как просто заткнуть человека, который возмущается и указывает на это. То есть Кришна своим примером показывает, что он не затыкает того, кто возмущается. И часто это всегда возвышенные личности. Либо брама обращается с просьбой Господа вмешаться. Как в случае с явлением Господа Кришны, день явления, которым мы празднуем сегодня, Буми Дэви просто не смогла терпеть вот это вмешательство материалистов. Насколько описываются характеристики Верховного Господа, что его терпение сравнивается с терпением Матери-Земли. Что очень много всего материалисты делают на поверхности Земли, выкачивают ее недра, войны происходят, взрывы, убиваются ее дети, вот эти живые существа, это по сути дела дети Земли, которые приняли прибежище. Поэтому Земля называется одной синей материи является. И тем не менее, она не смогла терпеть вот то, насколько демоны распроясались в те времена. И она обратилась, приняв облик коровы, она обратилась к Господу Браме и стала плакать, как пишет Шалапапада в Кришна, чтобы еще сильнее вызвать жалость у Господа Брамы. Это то, как женщины поступают, пускают в ход слезы. Но она это делала не для каких-то своих личных выгод. Она переживала, что ни люди не могут выполнять свои предписанные обязанности, и ей это тяжело расправляться, чтобы все это терпеть. Таким образом, Господь является, когда происходит дхармаглани, нарушение, отклонение от естественных характеристиках в человеческом обществе, в укладе жизни и так далее. То есть это неоприменимое состояние кого-то или чего-то. Шалапапада говорит также в лекции, там же в Хайдарабаде, что дхарма определяется положением человека, положением живого существа, в котором оно находится. То есть если живое существо находится под влиянием телесной концепции жизни, то его дхарма, естественное свойство, это стремление к деятельности ради плодов или удовлетворению чувств. Это естественное состояние любого живого существа, которое находится в телесной концепции жизни. Имеется в виду, что мы пока не рассматриваем, не сравниваем с чистым состоянием, просто описываем само свойство. Если живое существо находится на платформе ума, то есть для тонкого тела, ум, разум, то тогда его деятельность связана с измышлениями, воображением. То есть это какие-то философы, писатели, которые выдумывают всякие разные истории, иногда даже очень страшные. А если живое существо находится в своем естественном духовном положении, то его деятельность, положение дхармы является служением Кришне. И необходимо понимать, что живое существо, отличающееся от грубого и тонкого материального тела, является живым существом духовным по природе, которое качественно идентично с самим Верховным Господом, но к количественным отношениям мало и ничтожно. Его природа быть слугой Господа. Вот это его настоящая дхарма. Джидара сварапагай Кришнера нитки дас. Чего очень часто цитируют вот это утверждение, которое Господь Читани Макру произносит на страницах Читани Чаритамрита. Таким образом, необходимо оценить, оценить, кем живое существо само по себе является. Оно не является ни телом, которое оно временно получает, ни набором определенного опыта в жизни, который откладывается в разуме и в уме, и не является способностью живого существа как-то выражать себя в обществе, человек, людей. То есть это не является его истинной дхармой. То есть в этом жизни у человека есть способность как-то выражать себя. В следующей жизни у него будет ограниченная способность, допустим, за грехи. Но от этого он не меняет свое положение как живое существо, изначально и духовно. Живое существо оказывается в таком жалком положении, когда оно вынуждено проявлять вот эту так называемую материальную дхарму, либо проявляя это через стремление, естественное стремление, наклонность удовлетворять свои чувства, находясь на телесной концепции, как мы говорили выше, либо витая на платформе ума и разума, и наслаждаясь вот этими разными способами измышлений и умственных комбинаций. То есть все вот это происходит в результате того, что чистое, изначально чистое живое существо соприкасается с материальной энергией. Шелкопада приводит, что подобно тому, как изначально чистая, даже в идеальном состоянии дистиллированная вода, которая выпадает дождем из красового облака, когда она падает на землю, она смешивается с землей и становится грязной. И, глядя на такую мутную воду, очень тяжело даже вообразить, что изначально это была чистая вода. То есть от такой воды, глядя на такую воду, возникает отторжение, то есть пить его совершенно невозможно. И, тем не менее, изначально вода, она была чистая. И, соответственно, существует научный процесс, как очистить эту воду. Этот процесс, он связан с тем, что когда эту воду пропускают через определенные химические ингредиенты, называются, я забыл, как они называются, царцы, по-моему, то есть определенные химические соли, которые вызывают вот эту муть, вот эту грязь, оседать на них и в итоге пропускается снова чисто дистиллированная вода. То есть определенный существует определенный химический процесс, который позволяет снова восстановить естественно природу вот этой чистой воды. то есть она не является вечной, обреченной, грязной, ее всегда можно восстановить, если применить особенность научный способ. Как именно происходит вот это осквернение живого существа? Вот если мы привели пример, оно соприкасается, как если бы оно было чистой дождевой водой, оно оскверняется с грязью, с землей. И подобным образом живое существо, которое приходит в материальный мир, оно соприкасается с тремя гунами материальной природы. Об этом говорится в 13 главе Бхагавдгиты, 13-22. Пуруша Пракрити Стохи Бунты Пракрити Джангунан Каранам Гунасангас Бхагавдгиты Стохи 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 Так живое существо, оказавшись в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Бунгте Бунгте словно наслаждаться Пракрити Джангунан Гунны материальной природы созданной материальной природы. И Каранам Гунасангас Причиной этого взаимосвязи причиной сато-сад счастья и несчастья хорошего и плохого которое возникает здесь в материальной реализации Гунасангас Ся Для того, что живое существо соприкасается с людьми гунами материальной природы. То есть это очень важный стих, который мы все время рекомендовали студентам выучить наизусть он описывает природу того, как живое существо становится обусловленным. Оно как только соприкасается с гунами материальной природы, так именно оно и обуславливается. То есть практически даже есть решение следует из этого утверждения, что если человек окружает себя чем-то грязным, невежественным, даже если он был культурным, таким образованным, возвышенным, в некотором смысле более находящимся в гуне благости, то если он находится в окражении определенном, очень оскорняющем, грязным, он неизбежно, он никуда не сможет денется, как он разовет такие же качества. То есть если поговорить с этими бомжами, которых можно встречать иногда на улицах, и послушать их историю, как они оказались в таком положении, изначально часто это были обычные люди, которые были даже образованы, получили образование, у них было где жить, у них была семья и так далее, они вели довольно хороший образ жизни, относительно по материальным меркам культурное, разговаривали, их общество принимало, но оказавшись выброшенными из этой жизни, им пришлось найти прибежище где-то на улице, где-нибудь под люками теплотрассы и так далее, где окружение очень оскорненное и грязное, тем более в кругу подобных людей, которые уже до этого скатились сюда. и неизбежно они просто меняли свой внешний вид, это никуда не деться. И точно так же можно и в обратную сторону действовать. Крично описывают это в конце Бхагавадгиты, что иногда гуна благости побеждает, гуна страсти и нижести, иногда гуна страсти побеждает, гуна благости и нижести, иногда гуна нижести побеждает эти две высшие гуны. То есть можно наоборот почиститься, помыться, изменить свое окружение, изменить не только внешнее окружение по чистоте и опрятности, но и круг общения, с какими людьми я общаюсь, и тогда человек переходит в влияние других гуна. То есть это и когда он оказывается под определенным влиянием гуна материальной природы, он соответственно с соответствующими типами несчастья и страданий начинает сталкиваться. Таким образом это в силах самого живого существа окружить себя той благоприятной атмосферой, которая ему необходима, поскольку преданные Господа не ставят своей цели вернуться домой назад Богу, они знают, что благоприятной платформой для этого является чистая гуна благости, потому что уровень сознания Кришны «Саттвам бишуддам васудэва шабдитам» Господь Шива описывает свое положение, свое трансцендентное положение, что его положение осознания васудэвы, сознания верховной личности Господа находится на уровне саттвам бишудэвы, на уровне чистой, неоскорненной, ничем материальным уровнем гуны благости. Поэтому преданные с удовольствием, если они осознают насколько на процесс, они оследуют рекомендованную методу, который помогает им очистить внешне свою жизнь. Они развивают романические качества, они избавляются от всех дурных привычек, и они это делают в соответствии с наставлениями, они не выдумывают какие-то собственные методы, как очищаться, они принимают то, что благоприятно для сознания Кришны, и отвергают то, что неблагоприятно. Это принцип Шаранагати. Анукулья сисанкалпа протикулия сивачина. То есть они это делают с одной единственной целью, чтобы просто воспользоваться для того, чтобы подняться на высший уровень духовного самосознания, а не использовать просто как самоцель для дальнейшего пребывания здесь в материальном мире, и более просто изощренного наслаждения, поскольку гунна благости дает относительно высшее состояние счастья и знания по сравнению с другими, чем очень легко возгордиться. Но возвращаясь назад к изначальному положению живого существа и к дхарме, что является его естественным положением как живого существа, Шелкопадо продолжает объяснять дальше, что в цивилизованном обществе дхармой по умолчанию должно являться развитие взаимоотношений с Богом. Это признак цивилизованного общества. Поэтому в любом цивилизованном обществе какой-то хотя бы намек на религию должен существовать. В наши дни это так называемая дхарма христиан существует так называемая хинду дхарма так называемая мусульманская дхарма то есть они используют применяют точнее определенные правила предписания определенные обязанности на себя берут для того чтобы вот это единственная цель чтобы укреплять и восстанавливать свои взаимоотношения с Богом. Именно на этой основе а именно на том что цивилизованным человеческое общество не может называться если там не развиваются не ставятся своими усилиями развивать взаимоотношения с Богом цивилизованным такое человеческое общество не может называться это явный критерий который указывает что уруппами такое общество называют часто обществом кошек и собак потому что по факту что такие так называемые цивилизованные люди по материальным меркам чем они занимаются Это просто культировать вот эти животные наклонности и не выходить за их рамки. Всего лишь вот эти четыре еда, солнце, укупление и обороны. И никакой речи серьезной о том, чтобы подстроить свою жизнь под указания Бога, там не стоит. Богом принято затыкать или прикрываться. Очень многие вещи, которые происходят, к сожалению, устраиваются крестовые походы, убиваются у многих людей, а смертники взрывают себя тоже во имя Бога. На Бога уповает целая страна, как написано на долларовой банкноте. Но тем не менее эта страна демонстрирует, что она идет вопреки желаниям Бога. Даже по материальным меркам, в уме любого материалиста, видно, что вот эта страна, чьей валютой является вот этот злополучный доллар, ведет себя неподобающе и отнюдь вопреки желанию Бога. То есть люди, они научились даже подтягивать Бога и пытаться оправдать свои собственные желания, которые направлены исключительно не на удовлетворение Бога, а на удовлетворение своих собственных амбиций, своих собственных материальных желаний и так далее. К сожалению, это может даже происходить и в духовном обществе, в обществе людей, которые заняты, ожидаются, что они должны быть заняты поисками и восстановлениями своей связи с Богом. Если это присутствует, то это тоже в свое время своего рода является дхарма-глани, нарушением предписанных, ожидаемых от такого религиозного человека деятельностью. Он, по факту, занимается тем, от чего он должен был отойти. Не погружаться в материальное и не пытаться здесь устроиться, а связывать свою жизнь с Богом, что подразумевает, что временами возникает необходимость выбрать Бог или Я в рамках материального чувства на наслаждение. И искренний последователь религии, дхармы, имеется в виду для цивилизованного человеческого общества, он готов пожертвовать своими собственными интересами ради чего-то возвышенного. Цивилизованное человеческое общество, если говорить о медическом цивилизованном обществе, то оно как раз построено на том, что человек, он ставится в рамки, его воспитывают, чтобы он был готов двигаться выше и ради этого отказываться от чего-то низкого. То есть вопрос отречения, он всегда стоит. И это отречение всегда организовано таким образом, что оно становится благородным отречением ради чего-то высшего. Сначала человек учится жертвовать ради других, потом его обучают, что есть одно живое существо, который удовлетворяет потребности всех живых существ в любом обществе, не только человеческом. И просто высшим проявлением дхармы является воздавать ему должное, выражать свою благодарность и признательность за то, что он удовлетворяет потребности, желания всех остальных живых существ. Это даже в материальном обществе является проявлением культуры. Уж культурный человек, он не забудет сказать спасибо и сделает это искренне, если кто-то ему в чем-то помогает. А если есть такая личность, которая на каждом шагу нам помогает, и даже, по сути дела, не требует с нас какого-то спасибо. То есть, если вот так вот происходит в обществе, кто-то там кому-то, молодой человек, бабушке не сказал спасибо, она начинает ворчать, что тебя родители не учили говорить спасибо. Вот. Но вот эта личность настолько замечательна, что даже и не требует от нас вот этого выражения благодарности. И единственное, ради чего он может затронуть этот вопрос, либо в личных наставлениях, либо через священные писания, это для того, чтобы дать нам возможность получить благо. Он знает, что вот такое развитие сознания в этом направлении, в сторону истинной, изначальной дхармы, оно принесет лишь благо живого существа. А так ему наше спасибо, как говорится, не холодно, не жарко. Он и так уже удовлетворен, он является Атмарамой. Он черпает удовлетворение в самом себе Верховном Господе. И более того, в Акшми Сахасрашатасамбрамасевьяманам ему служат тысячи и миллионы богинь процветания, Гопи, каждая из которых способна устроить, окружить Господа заботой и вниманием куда лучше, чем вся наша толпа всех живых существ обусловных материалях. Он единственное, почему напоминает, почему он не исходит, для того, чтобы помочь живым существам, просто испытывая сострадание. Не потому, что ему прекратили какие-то подношения делать, как, например, отреагировал Господь Индры, ему не провели вот эту яги, Индра-яги, и он возмутился, как это так. А Господь, он не руководствуется такими вот эмоциями, такими соображениями. Единственное, почему он как-то вмешивается, смеет вмешаться в независимый выбор живого существа, оказаться здесь в материальной репутации, наслаждаться, это потому, что он видит, что он уже далеко слишком зашел, вот эти беспочтные попытки наслаждаться. И живое существо так и конца, и края нет обусловленности, поэтому он называется нитя-бада. Уже все забыли, когда это произошло, когда живое существо оказалось в материале. И просто желаю спасти, помочь живому существу все-таки вернуться в то положение, в котором он должен находиться, нитя-дхармия, в изначальном, естественном и вечном положении, обладая естественными способностями и функциями, служить, частица служит целому, как часть тела служит всему организму. Ради этого он чисто исходит, не сходит сюда материальный мир. А так, живое существо не может даже выйти за рамки той дхармы. Оно не может само придумать дхарму. Все эти дхармы под влиянием гоно-материальной природы, они уже давным-давно существуют в общих чертах. Есть материализм давным-давно, который направлен, по сути дела, на удовлетворение своих собственных потребностей эгоистичным образом. Проявлением этой философии является философия Чарва Каммуни. То есть то, что живое существо думает, какие они такие независимые, живое существо даже само не может придумать свой вид независимости. Он уже давно существует. То есть все следуют моим путем. То есть Кришна уже создал через посредственную материальную энергию различные виды положений и соответствующих им дхарм, естественных функций, которые живое существо начинает проявлять, если оказывается в определенном оскверненном состоянии. То есть даже здесь живое существо и гордиться-то особо нечем. Тут уже все прописано для него. По сути дела, вот эти 8 миллионов 400 тысяч форм жизни – это различные формы тела, в которых можно наслаждаться определенным образом. То есть по сути дела это соответствует количеству желаний, которые живое существо может испытать, захотеть испытать. И для выполнения каждого из этих желаний существует подходящее тело. Если, например, живому счету захочется ползать по стенам, как вот этот человек-паук. Пожалуйста, есть ящерицы. Кто был в Индии, видел, как они и по стенам, и даже по потолкам бегают, так вот чирикают, стыкочат. То есть если есть желание, там, кто-то там на спортивных состязаниях, или даже в книге Рикона, в гимнессе, задерживать дыхание под водой, там, 5 или сколько, даже 20 минут можно. Вот, но есть там киты, дельфины, которые часами могут это делать. То есть если вот живое существо культирует определенное желание, долго заниматься сексом, там, свиньи это могут делать, или много раз в день, это голуби, Швупада постоянно их упоминают, что они там сотни раз в день могут делать это. То есть за какое бы желание мы ни взялись, есть просто подходящая форма тела. Кришна их уже создал. То есть чтобы не захотели, мы в любом случае следуем путем, который предначерплен и создал Кришна. То есть дхарма уже существует для определенного положения. Наш выбор лишь просто выбрать, что мы хотим, но мы ничего сами создать не можем. Единственная разница в том, что если мы сделаем неправильный выбор, свою независимую природу неверно применим, то мы вредим сами себе. Вот и вся разница. И возвращаясь назад к этому цивилизованному человеческому обществу, где так или иначе существует в какой-то степени оформленное направление в сторону духовного сознания, очень важно, чтобы в этих так называемых дхармах христианское, мусульманское и прочие буддисты, чтобы не возникало инверсиональное восприятие Бога. Потому что, например, мусульмане, у них, по сути дела, вот этот Аллах, его невозможно никак описать. Он не подлежит рамкам и границам, которые мы способны применить своим материальным представлением. Поэтому вот в этих мечетях нет никаких изображений Аллаха. Вообще это является оскорблением его изображать. И по факту, если начать беседовать о том, кто же он такой, как он выглядит, все будет сводиться до того, что мы не можем его описывать, и он никак не связан с тем, что мы привычно можем воспринимать, имеем какой опыт. То есть, по сути дела, это очень светит оттуда явно имперсональная такая концепция. Но, простите, вот если в этом стихе говорится, что если благодаря даже, казалось бы, духовным усилиям, если у человека не развивается склонность слушать о Верховном Господе, Ишвак Сына, Катхасу Яга, Катхасу, вот эти послания Господи, то есть как можно слушать кого-то, если он имперсонален. Соответственно, если человек идет имперсональным путем, прямым, как имперсоналист, как Майвади, или пока что Брамавади, или вот вдруг оказался приверженцем какой-то вот такой религии, то его даже так называемая духовная деятельность, если стремление слушать послания Бога, она не оформилась в такое желание, то его духовные усилия, они, по сути дела, тоже шрамы, аэвакихи, кеваламы. Должно быть сильное желание слушать о Боге или от самого Бога. Но если Бог в определенном представлении является имперсональным, или с чем-то имперсональным, то какое послание это имперсональное может дать? И как можно слушать о Боге, если он что-то такое бесформенное? Он не обладает ни формой, ни качествами, ни деяниями тем более. То есть о чем тут слушать-то? Просто там какой-то вселенский разум? То есть какие там деяния можно слушать? Невозможно? И Шелакупада отмечает также, что когда мы становимся на духовный путь, мы прекращаем естественным образом говорить и слушать материальное послание. Это естественное свойство трансценденталиста, особенно Вайшнава. Например, он в лекции, которую он давал в Нью-Брин-Даване, 6 сентября 1972 года, описывает, что мы не обсуждаем ни политику, ни социологию или что-то еще. То есть устройство общества, как нам обустроить общество правильным образом, здесь материальными способами Шелакупада добавляет. Это естественным образом будет упоминаться, но как, как сказать, между делом, между ходом, по мере достижения главной цели развития любви к Богу. То есть это просто естественным образом решится, как создание благоприятной атмосферы в рамках исследования процессу Варнаша Мадхармы. Это является самой благоприятной средой, в которых можно практиковать преданное служение. Естественным образом создан для того, чтобы, находясь в этом среде, наиболее легче и наиболее проще возвращать свое сознание в естественное положение, как слуги Бога. Никакое другое устройство общества, которое мы видим сейчас, или существовало в недавней или давней материальной истории человечества, оно не приспособлено так хорошо для того, чтобы развивать человек исконность слушать послания Бога или слушать о Боге. Оно не приспособлено. Поэтому вот эти современные потуги преданных к удивлению, что они могут заявлять, что Варнашима не работает, или она нам не нужна тем более, это неправильно. История доказала, что даже те ученики, Шиллакопады, поначалу были выдушевлены идти по путем чистого преданного служения, просто следовать в Аддитсад на Бхакти и исключительно заниматься проповедью сознания Кришны, обнаружилось, что они остаются неустойчивы, потому что они находятся в обществе, которое напоминает им о прошлых наклонностях и так далее. Поэтому наиболее легче и безопасно занять правильное положение. И вот эти естественные наклонности, которых у нас есть, либо в соответствии с профессиональной деятельностью, нашей так называемой материальной дхармы, с которым было создано это материальное тело, либо в частности определиться, буду я семейным человеком или нет, это необходимо просто занять и делать это правильным и рекомендованным самим Господом способом. Это будет лишь благоприятной почвой и даже в некотором смысле катализатором наших усилий в духовном прогрессе. Таким образом, мы отдельно не говорим ни о политике, ни о социологии, ни о еще каких-то важных в обществе или в жизни индивида вещах. Это естественным образом приложится, если мы просто научимся слушать послания Бога. Потому что одно из тем послания Бога — это как живым существам устроить, людям устроить свою жизнь в материальном мире и в этой атмосфере в рамках Варнашима Дхармы духовно прогрессировать. Варнашима Дхарму создал сам Верховный Господь. Чатур Варнияма Ясриштан Гунакарма Вибхагаша, говорит в Бхагаваддите. Он сам создал это. И как мы выше упоминали, он создал это для блага живого существа, не для того, чтобы как-то еще какие-то дотации от живых существ получать, а именно как очередное его проявление сострадания и желание помочь живому существу выбраться из этого материального мира. Поэтому тот тип общества, который создал Бог, он наиболее благоприятен для того, чтобы идти в сторону Бога. Это очень легко понять, просто это простая логика. Если кто-то отрицает необходимость Варнашима Дхармы в обществе, даже в обществе преданных, это человек не до конца понял то, что он читал, то, что он слушал, или он слишком высокого мнения о себе самом, скорее всего, это умозрительное мнение о себе самом, что, дескать, он может без этого общества обойтись. Достаточно для общества принять принципы, которые диктует вот это материальное общество. Нужно принять принципы вот этой деградации, которые происходят в обществе, а именно феминизм, гомосексуализм и много-много-много чего. Использовать методы для развития экономической основы, материальные методы, какие-то там играть на биржи, допустим, и прочие вот эти измышления, пирамиды. Все это якобы занимается в служении Богу. Бог не давал ни пирамид, ни игры на биржах, на чего-то умозрительном. Он дал основу для экономического богатства. Это забота о коровах, земледелие и то, что приходит в форме практического труда, создание благ для человека. Ни какие-то умозрительные, чисто теоретически виртуально существующие цифры. Он такого не создавал. Поэтому если предный пытается подтянуть вот эту вещь, считая, что это тоже дарма, мы просто занимаем служение Кришне. Но Кришна этого не давал. Более того, это, по сути дела, прямо противоречит четырем регулирующим принципам. Это является азартной игрой. Как бы мы ни пытались это облечь в какие-то приятные рамки. То есть вопросы, касающиеся обустройства человеческого общества, он естественным образом будет решаться, как только человек ставит перед собой целью достижение своей главной дармы, развития главной дармы. Это свою способность, как живут существа, любить Бога и служить Ему с любовью и преданностью. Пчелупада отмечает, что, по сути дела, те, кто заинтересованы в такой цели, они, да, трансценденталисты. Они настроены на развитие самореализации, самосознания. А те, кто материалисты, он говорит, они также склонны что-то обсуждать и, соответственно, что-то слушать, это их также естественная склонность. Но они слушают совершенно другие вещи. И интерес к слушанию это не Вишвакцена к Адхасу, не послание Васу Девы, Верховного Господа, Вишвакцены или Кришны. Вот они слушают что-то другое. Что они слушают, вот об этом говорит Шивушка Дева Госвами. «Ой, император! Люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью в человеческом обществе». Это очень-очень важный стих, который, по сути дела, описывает, почему даже у нас в обществе происходит то, что и сейчас происходит. Почему такой сильный крем происходит в сторону обучения людей более изысканным, тонким вопросом, как обустроиться здесь в материальном мире. И то, что называется проповедью, это косвенная проповедь, она таковой, по сути дела, не является. Здесь описывается, почему люди находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. Почему лекторы говорят это? Потому что люди хотят об этом слышать, их это интересует. Множество тем, связанных, как устроиться в семейной жизни, как жить благочисленными, активы правильные, хорошо. Правильные, хорошо, потому что, если все правильно и хорошо, то и мне от этого тоже хорошо. Я говорю вежливо, и мне ответ тоже вежливо говорят. То есть люди делают для этого, как экономически успешным стать, прочие и прочие методы. Но они не слушают непосредственно послания Бога. Их интересует, чтобы мне было хорошо. И как результат, они глухи к науке о высшей истине. А причина, потому что они погрязли в материальном. Поэтому, если то, что таково положение материалистов, здесь особо и не удивляешься. Это естественное следствие их материальной обусловленности и долгого опыта пребывания в материальном мире, который основан на удовлетворении чувств. Здесь, в принципе, это констатация фактов. Но когда преданный, он проявляет подобное услужливое желание удовлетворить эти потребности, при этом не понимает важности того, чтобы люди слушали вишваксына катхасу ях, чтобы у них была возможность услышать послание Верховного Господа или послание, описывающее Верховного Господа, то, по сути дела, тем самым они демонстрируют, они делают выбор, делают шаг в сторону того, что, да, мы согласны, что решение материальных, насущных потребностей для людей является более важным. И ему нужно просто затрагивать именно эти вопросы, которые им интересны. Это, к сожалению, кореница, корни растут из того же, от погрязания в материальном. Преданные не должны находиться и тем более погрязать в материальном. Благодаря строгому исследованию преданного служения у них естественным образом просыпается вот это желание тянуться только лишь к духовному. у них естественным образом не возникает желание как бы устроиться здесь в материальном мире. И хотя вот эти попытки проводить такие лекции, так вот проповедовать, они кажутся чем-то благородным, заинтриговать людей, дать им духовное решение, но это духовное решение должно прозвучать в форме того, что человек должен слушать послание Господу. В противном случае, как говорит вот этот стих, который мы сегодня обсуждаем, шрама эвахи кевала, в противном случае, это все бесполезный труд. Это бесполезный труд лектора, который проводит такие лекции. Это бесполезный труд людей, которые трудились, чтобы заработать на этот билет и пришли, потратили вот эти пару часов или сколько там. Это все бесполезные усилия, покуда не прозвучало послание Господа, о Господе или самого Господа. Вот ровно настолько, насколько вот в такой косвенной лекции звучит прямое послание Господа, ровно настолько ее можно считать успешной там или эффективной. Если в лекции прозвучало всего лишь из двухчасовой лекции пять минут прямое послание Бога, то вот именно пятиминутные лекции по факту это и можно считать. Но опять-таки у людей есть склонность оценивает статистически. То, что дольше звучит, что больше разжевывало для меня, то, по сути дела, является важным. Поэтому вот эти пять минут он даже может и пропустить из своего внимания, потому что мимоходом что-то упомянуть. На это и указал на Радамуне Шелевья Садеве, когда, казалось бы, тот написал не просто три веды, а четыре веды, которые делают в основном с тремя гонами материальной природы. Трайгуния Вишая Авидане и с трайгуния Баварджана, говорит на Кришна Багове. Веды в основном имеют дело с тремя гонами материальной природы. И не просто с тремя гонами, а Вишая. Те, которые... Те наставления, которые указывают, подсказывают Джума Чток, как наслаждаться материальным. Вишая, чувственное наслаждение и объекты чувственного наслаждения. Пописывают, как это правильно, более изысканно, более тонко и, по сути дела, более материально эффективно. достигать вот этих наслаждений, а не какими-то примитивными способами. Но преданный проповедник, он понимает, что это все не принесет блага человеку, как бы мы там ни заискивали перед такими людьми. То есть должна звучать прямое послание Господу. Пусть даже поначалу человек не сможет услышать это в форме прямого цитирования, шлоки и так далее. Но как минимум точно передать смысл этой шлоки мы всегда можем. Рассказать какой-то классический пример, который помогает человеку понять свое положение в материальном мире. Положение Верховного Господа, положение и описание процесса, как правильно достичь счастья, тот же самый полевая корень дерева, мы должны передавать прямое послание, которое передает Верховный Господь. В противном случае, если человек не слышит этого, а ему тем более еще и внешне культивируют, описывают, как еще тонко, удовлетворять свои материальные потребности грубого и тонкого тела, то это лишь является культированием материализма. И пользы от этого никакой. Шрама Эвахикевала. И сейчас положение людей настолько ужасное, что они даже не возражают, даже снова родиться. Шлопада вот в Нью-Бриндауне давал лекцию 6 сентября 1972 года, он отмечает этот момент, что когда описываешь человеку о том, что живое существо вынуждено менять тело, трансмиграцию совершать из одного тела в другое, считает 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, не только человеческая форма жизни редкая, потому что неделана способностью задаваться вопросом о высшей цели жизни, о трансцендентном, о духовном и достичь духовного совершенства. Люди, он говорит, даже в Индии, он отмечает, что они вообще их это не заботят. Все чаще и чаще такие люди даже там появляются, на земле Санатана Дхармы. Они говорят, что я стану деревом? Да ничего страшного, я буду наслаждаться. Я же там, когда дерево, забуду уже об этом, что я потратил такую возможность. То есть они понимают этот факт, что, допустим, предположим, я был кем-то, была предыдущая жизнь, но я забыл. И что мне толку с того, что меня там учили? Я же опять пришлось с нуля всему учиться. Вот таким образом я сейчас лучше потрачу эту жизнь, которая дает мне больше возможностей наслаждаться, хотя возможности ограничены, как мы говорили, по сравнению с другими формами жизни, где это можно лучше и дольше, и качественнее делать, если уж так говорить про это. Но человек даже такую невежественную вещь произносит, что ничего страшного, я не возражаю даже деревом родиться. Какая разница? Все равно я забуду об этом все. И меня не будут грызть угрызения совести, что я упустил какую-то возможность. Такое вот, что подговорит, люди стали настолько мусором, so rubbish, то есть их сознание – это просто какой-то мусор, они даже, то, что говорят, какую-то чушь, какую-то ерунду, настолько в невежестве находятся, что они даже не действуют ради того, что им же самим во благо. Люди, допустим, привыкли испытывать такое сопротивление, когда их пытаются использовать, то есть во благо кого-то еще. Они возмущаются, им не хочется, им хочется какой-то независимости. Но когда идет речь даже о том, что им самим должно принести благо, просто попробовать человеку сказать «не курить». Есть люди, которые откровенно рассыниваются. «Курить не вред, курить не яд, но я курю и очень рад». Такой стишок. То есть вот настолько откровенно полное невежество этим. То есть это вот то, с чем приходится преданным искренним последователям шелпады иметь дело зачастую. И нужно обладать довольно большим терпением. Мы смиренно стараемся служить таким людям, напоминая им о истинной цели жизни. Что истинная цель жизни – это, хотя ему, конечно, придется сменить тело, но сделать это наивысшим и наилучшим способом, оставив это тело. Больше уже не возвращаться в материальный мир. Вот и как это произойдет? То есть тот, кто знает трансцендентную природу, явление Господа и его деяние в этом материальном мире. Если просто человек понимает это, он достигает такого совершенства, которое он не может никакими другими усилениями достичь. Он просто не возвращается в этот материальный мир никогда больше. Это вот такая заслуга. И он возвращается в вечный обитель. Приходит назад в общество к Кришне. И пока этот человек не понимает этого, мы, как смиренные последователи Господа читания, смиренно напоминаем о том, что это ваше естественное положение и лучше всего для вашего же блага. Как мы сказали, вы там отталкиваетесь от того, что кто-то вас пытается использовать себе во благо, но ради себя самого. Вот это то, что вам лучше всего принесет благо. И именно об этом вы должны слушать. А не каких-то вот счастливых семейных жизнях и прочей ерунде. Потому что иначе, если вы это не делаете, говорит Шлупада, вместо того, чтобы достичь вот этого счастья, вы становитесь просто каким-то мусором, отбросом общества. Шлупада говорит, «Instead of being happy, you're becoming hippie». Вместо того, чтобы быть счастливым, становятся хиппи, просто разочарованными в обществе и уже просто не знающими, что делать и пытающимися, перепробовав всякие виды невежественной деятельности. Это отрепие такое, отбросы общества, по сути дела. Это то, до чего человек может себя довести. Вот это и происходит. И по-настоящему можно стать счастливым, только если принять процесс сознания Кришны, который начинается с слушания посланий Его Сударя. Слушания посланий о Господе и самого Господа. И это цель сознания Кришны. Не тратьте свое время, говорит Шлупада, многократно. Все вот эти экономические проблемы, социальные проблемы, политические проблемы, они естественным образом будут разрешены, если мы просто встанем на путь духовного самосознания. Это научный метод. Просто процесс Бхактии, Криш Агни и Шлупада, он устраняет проблемы и при этом все устраивает, все благоприятным образом. Это неотъемлемое качество чистого преданного служения. Просто одним этим, зная одно это, уже можно не сомневаться. Но мы можем... Да, это просто какое-то такое слишком теоретическое утверждение. А как это практически произносит? Это очень просто. Мы просто изучаем Шиман-Бхагаватам. И на странице Шиман-Бхагаватам достаточно описаний того, как устроить общество, каким должен быть лидер, как устроить ячейку общества, семью, на каких ценностях и отношениях. Огромнейший клад всяких разных наставлений, как это правильно все сделать. Если кто-то вдруг заявляет нам, решил, что-то не додал, это бесстыжий человек, который, допустим, прямо смеет такое заявлять. Или, по сути дела, намекает на это тем, что подтягивает какие-то другие методики, способы, системы, философии, умения, навыки других авторов, другие книжки. По сути дела, получается, что нам что-то не додали, что ли? Нужны какие-то костыли, на которые Бхактия должна опереться обязательно, иначе нам никак дальше не двигаться. Это недобросовестный подход. Это означает, что человек не развил веру в наставление Ачарьи, в послание Шиман-Бхагавата. А не развил веру, потому что он не совершает этот процесс слушания. Он не совершает процесс слушания. И как происходит вот это развитие, стремление к посланию Господа? Об этом тоже говорит Шивасута Госвами. Во-первых, он говорит в 15 стихе, через 7 стихов, разумные люди, пометованием о Личности Бога, как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельность влекущей из-за своей последствий. А поэтому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию? То есть он объясняет, что вообще есть ли такой разумный человек, который так пренебрежительно будет относиться к необходимости слушать послание вишваксэна катхасуяга. Если у него даже не возникает недоумения, вот я серьезно выполняю все свои правила, как писание, выполняю так называемую свою дхарму, а стремление слушать о Кришне мнения развивается. Он должен начать беспокоиться. Почему? Здесь говорится, потому что такие разумные люди просто пометованием о Личности Бога, о Его деяниях, Его наставлениях, как мечом разрубают запутанные узлы кармы. Свойство меча, он одним махом, одним движением разрубает то, что тяжело пальцами распутывать, и это очень долго, очень нудно, и занимает очень много времени. А слушание и пометование о Личности Бога, пометование основано на слушании. То есть мы сначала что-то слышим, и в результате это можем уже пометовать, помнить о Господе. Какое он, какие качества он проявляет, как он выглядит, что он делал. Если у нас нет стремления, то, по сути дела, мы не хотим выпутаться из материального мира, мы не хотим разрубить запутанные узлы кармы. То есть мы тем самым действуем себе во время. Это послание 15 стиха 2 главы. Но дальше Сута Гасами говорит в следующем стихе Шушу-шрушок-шрададгана-ся, Он тут же дает рецепт, а как развить такое Васудева Кадха Ручи? Ручи значит естественное влечение, стремление. Ну нет у меня желания слушать Вишваксена Кадха. Ну нету желания, не хочу в храм ходить, не хочу слушать эти лекции. Иногда преданный может обнаружить в себе такое. Что делать? И Сутагасами тут же дает рецепт. «Обеажды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудева». Вот, пожалуйста. Если у человека нет склонности действовать в себе во благо, разрубить свою запутанность, свои страдания в материальном мире, и это возможно эффективно сделать только лишь Васудева Кадха Ручи, слушая послания Васудева или О Васудева, то развить такую склонность, делать это регулярно и естественно, можно только если человек служит преданным, который полностью свободен от всех пороков. Это происходит, становится возможным, если Махат Севая, благодаря служению чистым преданным, Махатма. Кто такие Махатмы? Махатма, говорит Кришну в Агвардите, это которые приняли прибежище Дайве Пракрити, божественной энергии. Они никогда не смотрят в сторону материальной энергии в духе наслаждения ею, или тем более культивировать вот этот дух наслаждения просто более изысканным, тонким способом в сознании других людей, через всякие вот эти просветительские лекции и подобные глупости. Они сами приняли прибежище Дайве Пракрити Ашитая, и они учат другим, как принять правильным образом прибежище к божественной энергии лотосных стоп Господа. И какова их квалификация? Они порт Пуния Тирта, Пуния Тирта Нишевана. Пуния Тирта означает, они являются обители Тирха и Пуния, они целиком и полностью благочестивы. Их это высшее, самое чистое, нескверненное Пуния. Они являются настолько чистыми, что соприкасаясь с ними, люди очищаются, как если они посещают святое место, паломное чистое. Курван Тиртани, забыл, когда этот стих звучит, что общение с такими чистыми преднами, оно очищает подобное место паломное чистое. И служение таким махатмам, оно является результатом того, не того, что человек, точнее, результат общения с такими махатмами является не то, что человек становится богаче, материально счастливее, спокойнее, умиротвореннее. Это может прийти вполне, но самый главный результат, мы можем даже себя проверять, насколько я служу, насколько я развиваю себе вот это, склонность слушать послания в Иссаде. Это является самым главным признаком общения с великой личностью. И обрести это можно только лишь, если мы служим такой личности. Не просто там «Привет, как дела?» Вот мой Гур Махарадж рассказывал, когда до чего сейчас Америка доходит. Он сколько-то лет назад приезжал туда, некоторые храмы посещал. И какой-то там афроамериканец, у них такое запанибратское очень отношение, у этих негров. И он так, приобняв Гуру Махараджу, сказал, ну, говорит, здорово, скоро я стану Махараджем. Такое общение, оно не приводит к стремлению слушать повествование о Верховном Господе. Должно быть служение. В первую очередь, объектом нашего служения и такой личностью для нас является сам Челуха Лупада. Мы, просто выполняя то, что он от нас просит, и внимательно следя, что мы не делаем того, что он нас не просит, и особенно он и говорит, что это не надо делать. Если мы в таком духе подходим к Шелиху Лупаде, внимательно изучая его книги, внимательно слушая его послания, его лекции, то естественным свойством у нас в нашем сердце будет у нас само по себе и разовьется склонность слушать послания Господи. Мы будем сильно гореть, желанием слушать о Кришне. Особенно в такие замечательные дни, как сегодня, Шри Кришна Джанмашна, в котором просто грех не слушать о Кришне. Поэтому в интересах самого человека, особенно преданного, который уже, казалось бы, обозначил себя как вредным, тем, кто стал на путь преданного служения и ожидается от него, что он будет двигаться в сторону Кришны, он должен знать науку, как именно двигаться в сторону Кришны. И такие великие личности, как Сута Гасами, Шукадева Гасами, они подробно объясняют эту науку. Нам ничего не надо выдумывать, а придумать какие-то свои собственные способы и прикрывать эти способы какими-то заумными, терминами, вроде «Время, место, обстоятельства» и «Югтовой раги» и прочими. Нам просто нужно взять готовый, уже многократно проверенный процесс и действующий процесс, самый эффективный процесс преданного служения, который начинается с того, что человек слушает послания о Верховном Господе. Это как раз следующий стих после вот этого. Что же происходит благодаря правильному слушанию, когда человек развивается тяга к слушанию? Тогда Верховный Господь, находящийся в сердце такого искреннего преданного, Сатан, Он честный, искренний, Он все правильно делает, Он расследует в этом процессе. То Кришна Сам очищает его сердце от всего «Хридиантакскохиабадрани». А в Адрани все вот это неблагоприятное, вся натхи, вся грязь очищается. Он не сможет это сделать умозрительно. Он сделает не при помощи каких-то моральных наставлений, что нельзя, что нельзя, прочитав вот этот, допустим, стих, что такое же хорошо, что такое плохо. Ну, когда этот стих издал Маяковский? Но все равно были и хулиганы, были, грязнули и так далее. То есть это ни в коем случае не поменяло сознание человека, потому что грязь осталась в сердце. А сам добровольно человек захочет слушать и тем самым очищать свое сердце, слушать послания о Верховном Господе, если он начнет служить чистому предному, которое орицетворяется со святым местом паломничества, орицетворением святого места паломничества является пунья тирта. И такое служение должно происходить таким образом, как приносит действительно удовлетворение такому преданному. И в нашем случае, поскольку мы уже обозначили себя предным, мы просто выполняем наставление Шиллопада. И благодаря этому, потому что мы выполняем практически наставление Шиллопада, мы развиваем в себе тягу к слушанию послания в Сударе. Иногда задают вопрос, вот это механическое выполнение, следование права предписания, садданбхи и так далее, зачем это нужно? Нет у меня чувства к этому. Я не чувствую, что я это должен делать. Может быть, механически не надо делать, просто мы же не фанатики, часто такое слышали. Эти люди глупцы, которые так заявляют. Если вдруг они как-то внешне оказались в каком-то духовном или формально духовном или формально административном в высоком положении, то это просто подрывает основу нашего общества, если такие люди такое заявляют. Научный процесс того, что мы это делаем, пусть даже не понимая и ничего не чувствуя, но благодаря тому, что это действует так, мы выполняем наставление духовного учителя Шилбру Паду, мы тем самым его удовлетворяем и любой представитель Шилбру Паду будет доволен точно так же. у него нет другого возможности быть доволен как-то по-другому. Он доволен, если мы сведуем наставление Шилбру Паду, даже если мы лично духовного учителя хотим удовлетворить, то в таком случае у нас развивается тяга к слушанию послания о Господе. И там уже это вопрос времени, когда мы регулярно нитьям Бхагава ТСВ применяем его к слушанию о Господе. То это вопрос лишь времени, когда наше сердце очистится, а очиститься они совершенно точно. Это даже можно не сомневаться. это нужно демонстрировать невежество и материализм, если мы не верим в это. А это, как я говорил выше, будет демонстрироваться тем, что мы якобы тянемся к чему-то другому, помимо послания Господа. Таким образом, вот эти стихи являются очень-очень важными для понимания науки, точной и научной подхода того, как мы духовно прогрессируем, с чего все начинается. Начинается все с того, что мы встречаемся с преданными, особенно с чистым преданным, и пытаемся служить ему под его руководством. Благодаря этого у нас развивается эта тяга к слушанию. То есть вот этот процесс от Шрады до Премы, он как раз-таки очень хорошо вписывается в эти стихи. Сначала Шрада, потом Саду-Санга. Но мы Саду-Санга не хлопаем там по плечам друг к другу, привет, как дела, мы служим, выполняя наставления такого Саду, идеалом для которого является для нашего Вилпада. Мы совершаем Баджина-Крию под его руководством. И как результат поскольку он становится удовлетворенным нас мы естественным образом просыпаем просыпается у нас тяга к слушанию повествования и в результате этого мы очищаем свое сердце по формуле Шейн-Ватахсты-Ваката-Кришна. И это происходит благодаря слушанию и посланию Господу. И в итоге обретаем твердую ништу. Мы уже тогда понимаем, что да, то, что я делал, это является научным. Так и надо и всем я так и буду объяснять. Никакие другие способы не помогут. Если человек до такого состояния еще не дошел, то означает он еще не добрался до этого уровня твердой нишки. Поэтому если он говорит о чувствах любви, ручьи, асакти, бхавы и премы пытаются корчить из себя кого-то. Но если он демонстрирует и направляет людей не по этому авторитетному процессу, который описан на страницах Шимен-Багава, который мы сейчас обсуждаем, в сути дела он лицемерит. Он строит из себя Триптамадикари, но это ему ни в коем случае не поможет. Об этом мы говорили вчера вечером. Таким образом сегодня мы можем воспользоваться этой замечательной возможностью, чтобы послужить Господу так, как Он просит. Наше служение начинается с воспевания славы Господа. И мы делимся сокровенно, мы описываем славу друг другу и слушаем других воспевания и слушания Господа в такой день, как Джан Маштин очень благоприятно. и Мадаватитхи Бхакти Джанами поет Бхакти Нор Пакхуру. То есть Мадаватитхи такие дни в календаре, которые связаны с Мадавой, с Верховным Господом, они что происходят? Бхакти Джанами, они дают рождение Бхакти. Поэтому когда преданные отмечают, празднуют такие дни, как Джан Маштин, дни явления Господа, дни явления великих преданных Господа, которые являются олицетворением преданного служения своими поступками, своими сознаниями, Экадаши также, Мадаватитхи, то Бхакти в сердце такого преданного возникает Бхакти, появляется, зарождается. И благодаря чему? Потому что преданный все время на такие Мадаватитхи он тратит на то, что слушать о Господе, слушать и прославлять Господа. И Господь великодушно дарует такому искренне преданным возможность еще больше слушать. И не просто слушать как обязаловка, а уже по-настоящему испытывать вкус и хотеть это делать. То, на что упрекают вот эти люди, что мы искусственно это делаем бездушно. Мы строго следуем научного метода. И это обязательно эмоции придет. «Work now, самадхи later», говорил Шалпада. «Сейчас мне тяжело трудиться, и вот самадхи придет потом». Все это в рамках вот этого научного метода «Как достичь совершенства сознания Кришны». Просто нам нужно чаще обращать свой слух, свой взгляд на страницу Шамин Бхагавата, свой слух обращать к наставлениям Шалпада в его лекции. Он постоянно говорит одно и то же, подчеркиваю, именно вот этот процесс. Он не выдумывает ничего. Шалпада говорит, что его заслуга, его величие, то, что его даже называли волшебникам, какое чудо он совершил, что в сердцах таких материалистичных, казалось, вахипи, которые на откровенном дне находились, даже в рамках материальных концепций, материального общества, откровенной бескультуре, откровенной деградации, в сердцах даже таких людей он смог зародить тягу к слушанию о Верховном Господу. И он это сделал, то, что он обовлек их непосредственно в слушание и воспевание. Просто пришел в Томкинский парк и просто по три часа, как он написывает, с двух до пяти вечера, просто там пел, не переставая Харе Кришне. Люди слушали, люди следовали тому, во что их пытался вовлечь Шалхупада, он сам выполняли служение вот этому великому святому Шалхупаде, и у них возникала тяга узнать побольше. Они познакомились со свами Джи, пришли к нему домой, начали задавать вопросы, потом сняли для него этот магазинчик бесценной дары и так далее. С чего началось наше движение в сознании Кришны? С того, что Шалхупада культивировал в людях желание служить Кришне. Благодаря тому и вовлекая этих людей на последний процесс укрепного служения. Харе Кришне, есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Спасибо Вам за лекцию. Друзья мои поклоны. Да, это правильно все нужно рассказывать по шаструм и так далее, но нужно говорить только позитивное, то есть не надо развивать ложные концепции, рассказывать, что Кришне надо поклониться, все остальное, а вот какие-то вещи, как проповедь в негативе, то есть развивать что-то ложное не нужно, потому что это может беспокоить людей. Должно ли быть в проповеди именно развивание ложных концепций обязательно или не нужно это, или не всегда нужно? Это может не потребоваться, если человек сходу готов принять что-то высшее, высший вкус и начать слушать послания Бога. Не нужно, потому что сам Кришна устранит его влечение к плохому. И поскольку человек такой искренний человек, удачливый, я бы даже не узнал, он сам будет стремиться к этому возвышенному и соответственно благодаря своей искренности он сам будет понимать, что раз мне нужно двигаться выше, прогрессировать, то соответственно нужно убирать свою ногу с нижней ступеньки, чтобы подняться на более высшую ступеньку, то есть оторваться, отвязаться от чего-то. Но иногда человек находится в таком положении, как Шилл Попада описывал, кто-то сидит в пещере и он не видит света, и кто-то ему приходит по своей великой милости, состраданию, в эту пещеру, говорит, выходи наружу, там свет, а ты сначала докажи, а вот не хочу, мне здесь нравится. тогда приходится человеку описывать его положение на фоне с положением, которое он мог бы занимать снаружи, на свете, на свежем воздухе, окруженной красотой природы и так далее, чем он находится в этом жалком пещере, которая склизкая, вонючая, мокрая, холодная. Ему приходится описывать то положение, в котором он находится, чтобы он сам сделал выбор в пользу хорошего. Поэтому такая вот критика она идет на благо. Вчера мы подробно обсуждали этот момент на вечерней лекции, что преданный саду острыми словами разрубает узлы материальной привязанности. Говорится в 11 песен 11-26-26. Это разумный человек должен оставить материальное общение и стремиться к такому общению, которое формально внешне разрубает его, отрезает его привязанностью ума. Отрезает значит какую-то боль. По-живому режется. Но это качество разумного человека. Если человек допустим неразумный может сказать «Ну и не трогайте его». Нет, мы трогаем его, мы проповедуем его, мы культивируем его разум, объясняем философию, и он сфилософски уже тогда может постараться понять, что это действительно важно для него. То есть мы влезаем в его личную жизнь и проявляем вот эту так называемую химсу, но это высшей степени ахимса. Мы даем лекарства живому существу. То есть если люди так говорят «не беспокоить», что значит «не беспокоить»? Это значит пусть они продолжают страдать в материальном мире, наслаждаться материальным, зарабатывать себя еще больше. Не отвлекайте их от того, что они подобно свиньям поедают испражнения. Свинья тоже может возмутиться. Не лезь ко мне, я занят такими же словами, когда люди говорят на улицах даже без извинения «я занят», пошел он и так далее. У меня более важные дела, как им кажется. Это вопрос веры, в конце концов. Об этом можно долго говорить и много приводить примеров, так как это внешне происходит. Но в конце концов это связано с тому, что человек не обладает глубокой верой в процесс сам. Это означает, что он недалеко этому процессу. Он не убедился в том, что этот процесс по-настоящему действенен и дарует ему счастье. Для него это что-то такое умозрительное, допустим, какое-то средство для достижения каких-то других целей. Но истинный плод он пока сам не вкусил. Он не испытал эту сладость, которая ничем не сравнима. Поэтому он говорит «нет-нет, то, чем он означает, что он с платформой своей реализации, точнее, отсутствия таковой, его реализация все равно остается в тех же рамках, что вот этих материалистов. то есть такой человек не должен быть проповедником. Он по сути дела расписался в том, что он неквалифицирован. Как он там оказался в положении, что он имеет право вещать другим, объяснять им, что им нужно делать, что не нужно, это другой вопрос, мы это не обсуждаем. Но по факту, по крайней мере, у нас есть наставление Шилгрупады, где он по сути дела призывает нас вмешиваться ради сострадания к этим же учетам, вмешиваться в личное пространство этих людей и по сути дела беспокоить их. С одной стороны у меня есть это наставление, с другой стороны вот это умника наставление. Я выбираю наставление Шилгрупада. Если оно противоречит, такое умствование противоречит наставление Шилгрупада, я говорю, извини, но я выбираю наставление Шилгрупада, а ты оставайся сам со своим мнением. Спасибо. Понятно. Еще вопрос в чате есть, там в зуме. Спасибо. Можно? Вот как раз спасибо большое читание Велоприва. Парик лично Примарш Велоприва. Начинаю репрессию после долгой прерыва. Я очень рад вас слышать. Вчера, к сожалению, не получилось на лекцию, потому что я думал, что она будет в 7.30 утра. Подскажите, пожалуйста, вот вы очень сейчас подробно объяснили о том, каким образом мы не обращаем внимания на беспокойство людей. Не могли бы прокомментировать такой момент, когда преданный вещает наставление и к ним примешивается его зависть. То есть есть другая такая ситуация, когда один момент, когда мы проповедуем из сострадания, глубоко понимая миссию Шилы Прабхады, понимая, что мы говорим и в этом случае мы предоставляем альтернативу людям, то есть мы можем с ними вести беседу. Другая форма проповеди, когда мы берем наставление Шилы Прабхады, мы к ним примешивая своей зависти с зависти начинаем вот таким образом, в таком настроении проповедовать. То есть мы можем как сказать достаточно жестко проповедовать, но это все к ним примешивается зависть. Могли бы прокомментировать, что делать вот с такой проповедью? Такую проповедь она не должна существовать, и это обязанность вот этих занимающих старшее административное или старшее духовное положение преданных, чтобы такие люди не проповедовали. это уровень конечно материалистичного преданного, который не способен проводить различия. И он еще сильно стоит на материальных концепциях, поэтому его называют прокрита бакта или материалистичным преданным. То есть он пытается быть преданным, но еще очень сильно стоит на материальной платформе. Прокрита бакта, материальная энергия, на таких концепциях стоит. Соответственно как результат он еще проявляет вот эти вот качества, где он действует по отношению к другим, основываясь на материальном, в первую очередь на личных каких-то концепциях, взглядах, рассуждениях и проявляя вот такую вот враждебность и зависть. То есть Маде Мадикари, который уже имеет право проповедовать, он проводит различия, он обладает любовью к Кришне, он дружит с преднами, он испытывает сострадание к вот этим людям, которые еще только-только могут первый шаг сделать. Он забота как к маленьким детям. Такое точное слово «балака». Значит, как маленьким детям. Они живые существа, они тоже люди, но пока еще многого не понимают. Поэтому мы не требуем, не орем на детей в идеале. По крайней мере, не из этих соображений, не из чувства зависти, а просто из чувства заботы, желания помочь, снисходительно, доброжелательно, вдохновляя, поощряя, выделяя само даже желание что-то сделать, глядя на непонятно как нарисованную картинку, как он там пытается что-то нарисовать, далекое от художественных стандартов, мы поощряем, потому что знаем, что продолжая этот человек будет культивировать себе вот эти первые неуклюжие шаги в преданном служении, он в конце концов утвердится. А такой способности не обладает прокрытая бакта. Он не должен проповедовать, он должен сосредоточиться на том, чтобы служить божеству в храме, либо сам, либо просто регулярно посещая храм и слушать, 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 читать книги, слушать и служить божеству, служить преданным, которые вылечены в служении Господу, божеству в частности. И потихоньку, если им удается служить вот такой личности, как Пуни Тирта Мишевана Махацавая, то в нем развивается желание слушать, личное стремление слушать, и он очистит свое сердце вот этой скверной, частью, которая является вот эта заяць. То есть все это опять сводится к научному процессу, но его стремление проповедовать это прежде времени, и это обязанность, как я сказал, старших, чтобы его пока не выпускать, не позволять ему выходить на улицу, не тем более организовать какие-то публичные лекции, потому что он серьезного блага не сможет принести людям, если он не научился, он не достиг квалификации мали-магикали, не испытывается страдания, в частности, по отношению тем, кто должен получить такое на первых парах. Спасибо. Я сейчас прочитаю вопросы, которые накидали в зуме. Там внизу самым только вопрос один. Один вопрос. В чем важность шлоки Атмарама? Почему на ней такой серьезный акцент делается? Важность суть послания этой шлоки Атмарама с чему на ее в том, что она показывает привлекательность и красоту предного служения Господу. Что даже Атмарама, который уже ни к чему не стремится, нужен наш человек и предотврение в своей духовной сущности. Тем не менее, Атмарама очень сильно привлекается служением Господу. То есть это, по сути дела, в первую очередь прославит могущество предного служения. Таким Атмарама был Шукадео Гасани. И он настолько ничего не интересовало, что он просто только появился, взял, даже не поворачиваясь, не посмотреть ни на папу, ни на маму, взял и ушел. И только эхом разносилось восклик горем убитого отца, веса, дева, о, сыной. А он даже не обернулся. Настолько его вообще это не интересовало, настолько он был полностью удовлетворен сам себе. Куда бы он ни пошел, это удовлетворение образно говоря таскает с собой. Ему не нужно куда-то осознанно идти, чтобы чего-то добиваться. Но вот преданное служение Господу настолько привлекательно, что даже такие Атмарамы очень сильно хотят испытывать вот этот вкус. нектар, куда выше, чем вот это счастье, которое они черпают в себе, как Атмарамы. Это особое положение, в котором находится предный. Даже выделяясь среди настоящих качественных трансценденталистов, которые уже научились испытывать вот это трансцендентное счастье, которое они черпают в себе как духа, как Брамы. Но преданное служение парабрамы даруют еще более высшую счастье. Это суть послания Марамы Шалчи. Спасибо большое за лидер. Есть ли еще какие-то вопросы, наполнения, комментарии? Хорошо, давайте тогда закончим. У чем ч человек же как что может , что что вы Продолжение следует...